В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Лечить лучше всех. В Саровском медицинском колледже прошел конкурс профессионального мастерства. Делать добро просто. Состоялся благотворительный концерт «Весна без границ». Ледовые баталии. В Сарове прошел турнир по хоккею судьи юношей 2009 года рождения. Далее расскажем обо всем подробно. Наложить повязку при переломе и провести послеродовые манипуляции. И все это под пристальным наблюдением строгого жюри. В Саровском медицинском колледже прошел конкурс профессионального мастерства среди студентов. Задача не только выявить лучших, но и дать возможность будущим специалистам в преддверии защиты диплома отработать свои знания и навыки на практике. Об этапах соревнований и их победителях наш следующий репортаж. Конкурс традиционно проводился в двух номинациях. Сестринское и лечебное дело. Выпускникам предстояло пройти четыре этапа. Представить визитную карточку, ответить на теоретические вопросы, выполнить фармакологическое задание и оказать неотложную помощь. Этот конкурс показывает ту компетентность основную, которая нам нужна, чтобы студент, выходя из стен медучилища, научился быть самостоятельным, научился работать в команде, научился быстро принимать решения и правильно оказывать помощь. Практическая часть оказалась для будущих медиков самой волнительной. Студентам нужно было наложить повязку при переломе и провести послеродовые манипуляции. Быстро сориентироваться в экстренной ситуации и грамотно оказать помощь – непростая задача, особенно когда за процессом наблюдает компетентная жюри. Я очень сильно перенервничала, когда я накладывала косыночную повязку, у меня руки тряслись. Но это переживания очень сильные. Ты думаешь, ты вроде все четыре года показывал, как ты все хорошо знаешь, ты учился на пятерке, а тут бывает из-за переживаний ты можешь завалить простое совсем. Участие в профессиональном конкурсе – это хорошая школа личностного развития будущего специалиста. От фельдшеров и медсестер требуется не только высокий профессионализм, но и умение проявлять чуткость и внимательность к пациентам и коллегам. Ситуация будет приближенной с тем, какой будет у меня работа. Так что я хотела себя пробовать, посмотреть, смогу ли я вообще и потренироваться. В номинации «Сестринское дело» победила Марина Каверина, а в лечебном деле лучше оказалась Василиса Сурова. Призеры получили грамоты и книги по медицине. Через два месяца студентам предстоит защита диплома, а после они будут подтверждать свои знания и навыки уже на рабочих местах, поликлиниках и стационарах. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. На базе Саровской дивизии прошел прием в ряды юнормии новобранцев. Более 60 школьников приняли присягу и дали клятву верности Отечеству и юнормейскому братству. В торжественной церемонии приняли участие и вручили отличительные знаки патриотического движения представители администрации, военкоматы и ветеранской организации воинской части. Андрей Зорькин решил вступить в ряды юнормии еще два года назад. Юноша буквально считал дни до вручения ему атрибутов движения и даже на присягу пришел заранее. Полчаса до начала церемонии он провел с друзьями и одноклассниками, тоже будущими юнормейцами. Для себя Андрей уже отметил, что для него будет легко, а что сложно в патриотической организации. Самое сложное, ну, парашютизм, наверное, в походы. Там нужно, там это тест на стойкость человека, на мужество, потому что это не так-то легко. Вступить в ряды юнормии решили более 60 школьников. Мальчишки и девчонки разного возраста повторяли за Андреем Зорькиным слова первой в их жизни торжественной клятвы. Торжественно клянемся, всегда быть верным своему Отечеству и юнормейскому братству. Клянемся! Клянемся! Новобранцам вручили эмблемы и шевроны с символикой юнормии. Книжки участников патриотического движения ребята получат через несколько дней. В Сарове начало свою работу местное отделение юнормии, руководители которого пообещали решить вопросы с обмундированием. Ну, проблема финансового обеспечения, потому что комплект формы юнормии, то есть, стоит не дешево. Поэтому, то есть, мы будем искать возможные варианты участвовать в конкурсе некоммерческих организаций. Пока взрослые решают проблемы с формой, дети в своих школах и военно-патриотических клубах будут создавать юнормейские отряды. Устраивать слеты, выбирать направления своей работы и, возможно, в скором времени ряды Саровской юнормии пополнятся новыми участниками. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, СОРО-24. Лицей номер 15 вошел в топ лучших российских школ. Рейтинговое агентство Райкс-Аналитика провело пятое ежегодное исследование, посвященное поступлению школьников в лучшие вузы России по итогам прошлого года. 15-й лицей имени академика Юлия Борисовича Харитона вошел сразу в три рейтинга. По конкурентоспособности выпускников, по эффективности подготовки школьников в техническом и естественно-научном направлениях, а также по количеству выпускников, зачисленных в топовые российские вузы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области работает горячая телефонная линия, посвященная весеннему призыву. Он, напомним, продлится до 15 июля. Свои вопросы граждане могут задать по телефону 8 831 419 79 14. Для справки, всего в этом году из Нижегородской области планируют призвать около 3000 молодых людей. Каждый третий будет проходить службу в элитных подразделениях, в том числе президентском полку. Городской отдел ЗАГС приглашает семейные пары, а также тех, кто планирует бракосочетание в этом году, принять участие в проекте «Театр «Любовь. Семья». Работники ЗАГС ждут заявки на участие от семей, так или иначе связанных с театром. Победители, представившие самые яркие истории, получат ценные призы. А также возможность присутствовать на специальном торжестве в Нижегородском доме бракосочетаний. Заявки принимают и 15 августа. Более подробная информация по телефону 8 831 433 06 45. 18 мая в лагере «Березка» пройдет день открытых дверей. Для гостей проведут экскурсию по территории детского центра, а также ответят на все интересующие вопросы. В том числе, как приобрести путевку и возместить часть ее стоимости. Какое необходимо собрать пакет документов и как будет выстроена программа летнего отдыха. День открытых дверей в «Березке» начнется в 10 часов. Справки по телефону 9 92 10. Те, для кого безвозмездный труд и помощь людям не просто слова. В молодежном центре подвели итоги весенней недели добра. Благотворительный концерт «Весна без границ» прошел в рамках марафона «Город единства непохожих». Благодаря участию неравнодушных соровчан в скором будущем на свет появится литературно-поэтический сборник, авторами которого стали люди с ограниченными возможностями. Подробности – далее. Перед началом благотворительного концерта работало несколько площадок. Мастер-класс по изготовлению бумажного цветка, каждый лепесток которого означает качество, присущее волонтерам. На выставке продажи «Жизнь дана на добрые дела» все желающие могли приобрести изделия ручной работы. Музыканты из группы «The Line Break» представили гостям вечера акустическую программу. В репертуаре коллектива – жизнеутверждающие песни о добре и выборе своего пути. Сегодня сюда пришли люди, которые друг друга, возможно, и не знают, но за счет музыки, за счет слов, за счет мелодии они все становятся одним целым. Программа благотворительного концерта состояла из выступлений танцевальных коллективов и вокалистов молодежного центра. Также организаторы «Весенней недели добра» наградили самых активных добровольцев грамотами и благодарственными письмами. Много все-таки горожан не остались равнодушными, откликнулись, потому что кто-то сажал деревья, кто-то убирал мусор, кто-то собирал макулатуру, сдавал батарейки, собирал корм для приемника животных, кто-то дарил улыбки малышам. Владимир Новиков занимается общественной работой в волонтерском клубе «Феникс» при Саровском политехникуме. Для него помощь людям и родному городу стала неотъемлемой частью студенческой жизни. Мы помогали многим людям, занимаясь уборкой территории, помощь мы проводили, как и сейчас, например, на мы будем подключать, ходить цифровое телевидение. Мне очень приятно видеть добро в глазах людей, которые выражают они нам. В рамках проекта «Город единства непохожих» планируют провести благотворительный спектакль, различные мастер-классы для людей с ограниченными возможностями и продолжить развитие инклюзивных танцев. Множество неравнодушных саровчан, которые уже успели поучаствовать в акции, доказывают, что совершать добрые дела не только полезно, но и приятно. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. 20 новых кустарников в скором времени будут радовать горожан молодой зеленью. В Сарове прошла акция «Сад Победы». Она проходит уже несколько лет, и с каждым годом к ней присоединяется все больше участников. Для некоторых посадка молодых саженцев накануне 9 мая уже стала доброй семейной традицией. В этом году кустарники высаживали в театральном сквере. Для семьи Шаровых Великая Отечественная война не просто исторический период. Для Татьяны и ее родных это личная трагедия. Один из членов их семьи в ту войну пропал без вести. Чтобы отдать дань памяти всем тем, кто погиб в борьбе с фашизмом, они ежегодно участвуют в городской акции «Сад Победы». Это культурная наша дань нашим предкам, которые защитили нашу Родину, и мы стараемся делать лучше наш город, озеленять его. К воспитанию своих детек чувства патриотизма и любви к Родине старшее поколение семьи Шаровых подходит очень ответственно. Рассказывает о том, какой ценой досталась нашему народу победа в той войне. Активно участвует во всех акциях, посвященных ветеранам и солдатам. В школе активно мероприятия проходят, посвященные армейских чемоданчиков. Участвуем, приносим туда фотографии прадеда, моего деда, который у нас пропал в Великую Отечественную войну. Писали работу на эту тему, сочинение. Рассказываем, семье нашей помним, участвуем в акции «Бессмертный полк». Акция «Сад Победы» проходит в нашем городе не первый год. И с каждым разом количество участников возрастает. По словам Инны Родиной, специалисты отдела экологии ДГХ, особенно активно акции поддерживают школьники. Хочется их отметить особенно. Это 13-я школа, 9-й А-класс. Наши уже постоянные помощники. Сегодня у нас к нам присоединился политехникум и клуб «Молодая семья» молодежного центра. Всего в театральном сквере участниками было высажено около 20 кустарников. Пройдет всего три года, и это место преобразится. Кирилл Васенин, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. Спорт настоящих мужчин. В Сарове завершился турнир по хоккею среди юношей 2009 года рождения. Сразиться на льду приехало шесть команд из Нижнего Новгорода, Кстоу, Первомайско-Заречного и Сарова. Несмотря на юный возраст, участников градус накала ледовых баталий был очень высок. Каждая сборная мечтала о победе. Но золото досталось лишь одной. О том, кто обошел соперников, расскажем в следующем репортаже. Турнир по хоккею среди юношей 2009 года рождения в Сарове проводится во второй раз. В прошлом году его приурочили к столетию комсомола. А в этом соревновании посвятили 70-летию создания и испытания отечественной атомной бомбы РДС-1. 29 августа 1949 года в 7 часов утра на Семипалатинском полигоне состоялось первое испытание советского атомного оружия. В этот день мораторий американский был прерван. Так что вот с этого года, с 1949 года, мы стали обладателем тоже ядерного оружия. Всего в турнире по хоккею среди юношей 2009 года рождения приняло участие шесть команд из Нижнего Новгорода, Кстова, Первомайско, Заречного и Сарова. Чемпионат проходил по круговой системе. Понравилась организация, понравились люди, которые старались для этого праздника детям. Приятная ледовая арена, большие, много народу на трибунах, поддержка, организация, музыка. Все как надо. Детям приятно, дети рады. По итогам турнира победителем стал хоккейный клуб «Торпеда» из Нижнего Новгорода, вторым их и Косаров-1. А бронзу забрал хоккейный клуб Кстова. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Хороших новостей. В тот далекий летний день, 22 июня 1941 года, люди занимались обычными делами. Школьники готовились к выпускному вечеру, мальчишки строили шалаши, девчонки играли в дочки-матери. И никто не подозревал, что приятные хлопоты и задорные игры перечеркнет страшное слово «война». Рейса Алексеевна Попкова – ребенок войны. Когда началась война, ей было всего три года. Родилась я 6 декабря 1938 года в городе Бор, Горьковской области. Семья я была четвертая. Когда началась война, две девочки умерли, мы вдвоем остались с сестрой. Сестра старше меня на 8 лет. В трехлетнем возрасте маленькую Раю отправили в детский сад, а после она и ее сестра попали в детский дом. Отец погиб на войне, а мать работала на стекольном заводе по две смены в день. Детский дом прям был на территории нашего этого маленького стекольного завода. Там до этого жили работники этого завода. А вот так случилось, когда война, детей некуда было девать. Нас оставили при детском доме, а их все по квартирам раскидали. Рейса Алексеевна рассказывает, что в детском доме она стала настоящим пионером. Девочку научили носить знамя, играть на горне и бить в барабаны. Мы тогда все были равны. Мы же ночевали в детском доме и кушали, и играли. И во всех этих пионерских делах и делах детдома мы все делали то, что нам это самое говорили, мы делали то. Когда кончилась война, маленькую Раю и ее сестру вернули матери. После Раиса Алексеевна пошла в школу. Закончила десятилетку и поступила в торгово-экономический техникум в Нижнем Новгороде. В 1958 году по распределению приехала работать в наш город. Сначала трудилась на заводе по спортистам, после завхоза. Сегодня женщина находится на заслуженном отдыхе, воспитывает внуков и правнуков. Редактор субтитров А.Семкин